Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала и Ягульна Ружакен. В начале выпуска коротко о главном. В семи детских садах Октябрьского района малышей кормили просроченными продуктами и лечили испорченными медикаментами. Стали известны результаты экспертизы крови массовой гибели скота села Карагенгир Улутауского района. В Караганде наградили лучших медиков области. В семи детских садах Октябрьского района малышей кормили просроченными продуктами и лечили испорченными медикаментами. Нелицеприятные факты выявила прокурорская проверка. Таким образом, сотрудники учреждения экономили на детях. Изъяты около 250 наименований продуктов. Это молочные, мучные изделия и приправы. А также просроченные лекарства, йод, средства от скашля, оксалиновая мазь и многое другое. Выявлен даже маргарин, срок годности которого истек уже как полгода назад. В этих коробках лишь малая часть того, что смогли обнаружить защитники правопорядка в дошкольных учреждениях. Здесь, наряду с остальными продуктами, есть и лапша фирмы Роллтон, срок годности которой закончился полтора года назад. Вот этим кормили детей, говорят сотрудники прокуратуры. Также изъяты медикаменты. Оксалиновая мазь, которая должна защищать при вирусной эпидемии, свою силу уже утратила. Эти продукты использовались ежедневно. К тому же в 13 средних учебных заведениях и 7 детских садах обнаружено 40 видов просроченных лекарств. Их тоже постоянно применяли. Начать проверку прокуроры решили из-за поступающих жалоб от родителей. Назвать, правда, эти учебные заведения, плюстители порядка отказались. Отметив, что во всех них нужные меры уже приняты. В настоящее время уже привлечено 13 виновных лиц на сумму более полтора миллиона тенге. В дальнейшем мы планируем привлечь директоров названных школ и детских садов за ненадлежащий контроль за подчиненными работниками. Судя по статистике, которую также озвучили прокуроры, в прошлом году таких нарушений в детских учреждениях не было. Хотя понятно, что этими продуктами детей кормили и лечили не один год. По всем подозрительным фактам родители просят обращаться в Октябрьскую прокуратуру. Телефоны мобильные 8701-718-68. Посредством мобильных звонков, передачи в WhatsApp вы можете жаловаться на все действия, которые были совершены в отношении средстволетних. Мы мобильно будем выезжать и реагировать на все факты нарушений. Теперь в отношении халатных работников учреждений образования будут приниматься меры наказания. Их уже оштрафовали на полтора миллиона тенге. Возможно, некоторые директора этих заведений будут уволены, говорят блюстители правопорядка. Аймам Ренаж, Сулам Макулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Сегодня стали известны результаты экспертизы крови массовой гибели скота села Карагенгир Улытаусского района. Напомним, около месяца у фермеров умирали бараны и коровы. Астанинские специалисты установили, что более 230 голов заражены пастериозом и листериозом. Врачи исследовали кровь в больных животных. Предварительный диагноз подтвердился. Скот поражают инфекцией. С начала июня погибло более 20 голов баранов и телят. Еще 236 коров заразились. У всех наблюдались тяжелые симптомы. Инфекция копыт, пена изо рта, поражение иммунной системы. Сейчас в селе введены ограничительные мероприятия. Ситуация стабилизируется. Животные после лечения идут на поправку. Новых заболевших коров нет. Но санитарные врачи предлагают сельчанам сдать всех выздоровевших животных на убой. При этом деньги фермерам обещают возместить государство и скупщики мяса. Сейчас причины массового падежа выясняются. Возможно, это последствия недавнего весеннего наводнения. После объявления чрезвычайной ситуации, вызванной паводками в Карагандинской области, Красный полумесяц Казахстана объявил воззвание о помощи с целью сбора пожертвований для пострадавших жителей. В итоге менее чем за два месяца было собрано более 10 миллионов тенге. Впервые в стране гуманитарная помощь оказывается посредством выдачи ваучеров. Первыми такую помощь получили жители поселка Ботокара. А именно, неполные и многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, престарелые и другие наиболее уязвимые группы населения. Всего было подготовлено ваучеров на 225 семей. Подобный механизм распределения гуманитарной помощи ранее никогда не применялся в Казахстане. Красный полумесяц, следуя современным подходам, стал первой гуманитарной организацией, реализующей подобный проект. В отличие от традиционной раздачи помощи всем пострадавшим, это обычно бывает определенный набор товаров на выделенную сумму. С помощью ваучера каждый его получивший может самостоятельно закупить нужные ему товары. В определенных магазинах ваучер – строго подотчетный документ, имеющий свой номер и конкретного получателя. На сумму в 20 тысяч тенге, такова стоимость этого ваучера, граждане смогут приобрести необходимый им товар в период с 15 по 26 июня. Выделенная сумма считается погашенной лишь в том случае, если магазин возвращает ваучеры. Граждане, ставшие обладателями ваучеров, стали закупать товары в торговом центре метро. Те, кто не получил свой именной талон, могли это сделать прямо возле магазина. Волонтеры карганинского филиала «Красного полумесяца» работали с самого утра. Затем надо было зарегистрироваться в магазине и проходить в торговый зал за товаром. Ассортимент в торговом центре метро достаточно обширен. Здесь можно найти товары от бытовой техники до картошки. В качестве партнера «Красного полумесяца» компания метро «Кэш энд Кэрри» уступает впервые. Компания метро является социально ответственной компанией. Мы часто проводим благотворительные акции. Также мы открыты для сотрудничества с другими благотворительными фондами для проведения любых благотворительных акций. В этот раз к нам обратился фонд «Красного креста и полумесяца» с просьбой оказать поддержку в проведении благотворительной акции помощи пострадавшим от наводнения в Карганинской области. Мы, конечно же, с удовольствием согласились. В торговом центре держатели ваучеров выбирают необходимый товар, что могут приобрести граждане. Это продукты, товары первой необходимости. В принципе, можно приобрести все, кроме алкогольной и табачной продукции. Оказать такую адресную помощь пострадавшим стало возможным благодаря гражданам, которые перечислили пожертвования с апреля по май на счет «Красного полумесяца». На просьбу о помощи откликнулись как юридические, так и физические лица. Ваучер – удобная вещь. Ну вот, набрал то, что необходимо первое. Кажется, все необходимо. В торговый центр пришли семьями. После совещания с родными каждый мог получить желанную и столь необходимую вещь. Единственная трудность состояла в возможности выбора и соотношении цены и стоимости ваучера. Для соблюдения условия нужны немалые математические способности. Ведь подсчет надо было вести возле каждого стеллажа с товарами. Несмотря на все это, такая новая система помощи «Красного полумесяца» была положительно воспринята всеми держателями ваучеров. Сергей Высокосов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Привемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем выпуск. Выработать пути по улучшению качества пассажироперевозок. Этот основной вопрос обсуждался на совместном заседании постоянных комиссий городского маслехата и комитета общественного доверия. На очередное обсуждение проблем общественного транспорта пригласили представители прокуратуры, полиции, руководителей предприятий. Вопрос организации пассажирских перевозок в городе находится на постоянном контроле депутатов. Одна из главных задач, стоящих перед депутатами, это устранение негативных последствий повышения тарифа для категории социально защищаемых граждан. Сегодня пассажироперевозками занимаются 9 предприятий, в работе которых участвуют 2216 человек. После поднятия тарифа поступления в бюджет увеличились. Рекомендации выполняются. В частности, продолжается укрепление материально-технической базы предприятий. Автопарк номер 3 начал приобретение низкопольных автопраспорта для людей с ограниченными возможностями, а также установка видеорегистраторов в салонах автовоза практически, который по нашим рекомендациям, к сожалению, не осуществляется. Увеличив тариф, в 2013 году с перевозчиками города были заключены меморандумы. Спустя два года не все пункты выполнены. Частично укреплена материально-техническая база. Установлены регистраторы, налажена GPS, диспетчеризация. Вместе с тем, обещанную форму на кондукторах и водителях мы так и не увидели. Грязь, времена мехамское обслуживание и мошенничество в вечернее время суток остались в общественном транспорте. По 15 из 28 маршрутов не соблюдается время окончания маршрута к концу дня. Большая изложность свидетельствует о том, что в городе имеется место факта отсутствия автотранспорта на отдельных маршрутах после 8 вечера. А здесь речь идет, прежде всего, о так называемых малых поселках города. А с начала июня в Караганде проходит проверка общественного транспорта. Сотрудники административной полиции проводят ее вместе с сотрудниками прокуратуры. Нарушения были выявлены практически у всех перевозчиков. За 5 месяцев и 10 дней 2015 года зарегистрировано 14 дорожных транспортных происшествий с участием общественного транспорта, в результате которых 2 человека погибли и 15 человек получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с прошлым годом у нас идет рост по числу погибших. Основное нарушение превышения скоростного режима. Было выявлено 13 маршруток, выбросы вредных веществ в окружающую среду которых превышают допустимую норму. Замечены неисправленные автотранспортные средства. К примеру, автобус маршрута номер 46, принадлежащий автопарку номер 2, вышел в рейс с неисправным ручным тормозом. Имело место быть и нашумевшая история с водителем маршрута номер 29, который работал, находясь в наркотическом опьянении. Сотрудники полиции выявили это после того, как он не пропустил пешехода на пешеходном переходе. На данный момент водитель отстранен от работы, возбуждено уголовное дело. Депутатами во время совместных рейдов зафиксированы и другие мелкие нарушения. Водители не пристегивают ремни, разговаривают по мобильным телефонам, выбрасывают мусор из окон. Правда, новые автобусы закупаются. Это важно и необходимо. Зарплата водителей повышается. Тоже надо. Проводится ремонт зданий автопредприятий. Необходимое дело. Культура обслуживания остается на втором плане. И так сойдет. Подобные отношения не удовлетворяют ни депутатов Маслихата, ни горожан. Не удовлетворяет это и самих водителей. Если в прошлом году при дефиците кадров на бюджетной основе были обучены 32 водителя, то трудоустроились в автопарках только 10. Это серьезный повод к размышлениям. Если техническая сторона автопарков города улучшилась, то моральная осталась в прежнем неудовлетворительном состоянии. Сергей Высокосов, Олжас Габасом, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде наградили лучших медиков области. Торжественные поздравления и благодарственные письма организованы для сотрудников больницы и поликлиник в преддверии Дня медиков, который ежегодно отмечается в 3 воскресенье июня. Некоторые из врачей удостоились медалей и денежных призов. Также отдельно был отмечен самоотверженный труд специалистов из поселка имени Габидена Мустафина. В зале партии Нуратан сегодня собрались лучшие медики области. Всех было разослано специальное приглашение. Особенно это было приятно работникам здравоохранения Бухарджиравского района. Врачи поселка имени Габидена Мустафина во время наводнения доказали свой профессионализм. 36 из них сегодня получили конверты с премией в 200 тысяч тенге. Одна из награжденных в этот день – Жупара Разбаева, врач с 30-летним опытом. Ее номинировали званием отличник здравоохранения. О прошедших стихийных бедствиях сейчас уже вспоминают, как о прошлом. Но морально было тяжело, признает женщина. Ну все знали, что там где-то на сопочке стоит больница наша. И вот и вакуапункт сделали больницу и туда всех свозили. Ну насчет этого вот как подвезли, значит, 15 сразу автобусов подъехало. И вот люди их подвозили с вахтовки, сразу сажали на автобус. Вот этих парализованных тяжелых больных мы разместили у нас в больнице. День медицинских работников отмечается уже 30 лет подряд. С каждым годом масштаб торжества увеличивается. Сегодня своих коллег с этим праздником поздравил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев. Уважаемые коллеги, в канун Дня медицинского работника я хотел бы вам пожелать благополучия, сил, терпения. Силы нам понадобятся для того, чтобы продолжить реформирование сферы здравоохранения. Впереди у нас, перед нами и главой государства поставлены новые задачи. В зале партии Нур-Отан без внимания никто не остался. А такие чествования будут проведены и в других регионах и районах нашей страны. Аймабрина, Айдинжакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. 38 молодых стражей правопорядка приняли присягу в преддверии празднования Дня казахстанской полиции. Торжественно поклялись защищать нашу родину и служить народу. Торжественное мероприятие прошло на плацу Управления внутренних дел города Караганды. Многим из новобранцев уже вечером предстоит заступить на службу по охране общественного порядка. Среди них немало представительниц прекрасного, но не слабого пола. Из 38 молодых полицейских 18 сотрудников пополнят ряды дорожно-патрульной полиции. Остальные будут работать следователями, дознавателями, криминалистами, участковыми инспекторами и оперуполномоченными. Стоит отметить, что среди новобранцев были и три девушки. Куралай Сексенова, поздравляя своих коллег с праздником, уверенно говорит, что готова достойно нести все тяготы и лишения службы. Сегодня мы приняли присягу. Это очень ответственный шаг для меня. Сбылась моя мечта детства. Я готова защищать спокойствие граждан и быть на страже закона. Открыл торжественное мероприятие начальник управления внутренних дел города Караганды, полковник полиции Нурсултан Мукашев. Он отметил, что время требует от полицейских новых, современных подходов к работе. От ее качества зависит многое. Безопасность казахстанцев, их спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Нам доверено оберегать жизнь и покой людей, интересы государства, бороться с нарушением закона и порядка. История органов внутренних дел – это часть истории Казахстана. Присяга – это наиболее торжественный и волнующий момент в жизни каждого сотрудника органов внутренних дел. И является священной клятвой верности служения народу и стране. Аймам Рина, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. У карагандинского фотографа Ильи Житникова в коллекции около 50 советских фотокамер. «Зенит», «Зорьки», «Любитель» и «Фэт» хранятся в его копилке. Есть и такая, о котором в интернете мало что говорится. Более подробно Амина Смакова. На интервью карагандинский фотограф принес самые интересные экземпляры. Коллекционировать фотоаппараты он стал в 2009 году. Сначала он собирал объективы, а потом уже и фотоаппараты. То есть сейчас с помощью переходников можно на цифровые камеры ставить советскую оптику. Ну, советскую, ну, короче, старую оптику. И понемногу с объективами стали попадаться фотоаппараты. Ну и вот так понемногу коллекция начала появляться. То есть сейчас порядка 40, может, 50 экземпляров насчитывается. Такое увлечение, как коллекционирование фотоаппаратов, оказалось не таким уж дорогим удовольствием. По словам Ильи Житникова, кто ищет, тот всегда может найти подешевле. В зависимости от состояния, где у кого брать. Если по комиссионкам, то цена там до 5-15 тысяч тенге попадается. Возраст у фотоаппаратов разный – 20, 30, 50 лет. В коллекции есть такие экземпляры, как «Зенит», «Любительский шахтным видоискателем», «Зорький», «Никон» и «Фэт непробиваемый». Что касается последнего, то Илья рассказал нам интересную историю о том, как эта модель получила такое название. Советская делегация любовалась Парижем с высоты Эйфелевой башни, и одна женщина случайно выронила фотоаппарат «Фэт». Французы, стараясь утешить ее, обещали подарить новую фотокамеру, чтобы возместить урон. Но женщина, улыбаясь, попросила спуститься вниз и принести ей «Фэт». Пораженные французы не могли понять, как фотоаппарат остался неповрежденным, упав с огромной высоты. Долго уговаривали продать им легендарную фотокамеру. Только ящик французских духов «Шанель номер 5» сломал сопротивление женщины. Обмен состоялся. Говорят, что наши альпинисты, поспорив с американцами, бросили со скалы фотоаппарат «Фэт». Спустившись вниз, нашли его без повреждения у подножия горы. С тех пор фотоаппарат и стал называться непробиваемым. У всех фотоаппаратов необычная история, однако есть и такой экземпляр, о котором и в интернете мало что говорится. Честно, он совершенно случайно мне попался. Революционный можно отнести. То есть, когда по интернету искал про это, то есть, ну, 1900 каких-то годов. Вот этот. То есть, он похожий, но именно про эту модель вообще ничего не смог найти. В коллекции Ильи Житникова есть и рабочие фотоаппараты, и нерабочие. Сам фотограф работает цифровыми камерами, удобнее и быстрее. Однако признается, что снимки, сделанные на старых пленочных фотоаппаратах, получаются более теплые. Просто вот, когда фотографии с пленки смотришь, она получается более зернистая, может, чем-то менее резкая, ну, какая-то, не знаю, более добрая, что ли, как-то смотрится. Менее чистая, менее такая идеальная, но более живая сама по себе. Коллекционирование фотоаппаратов – поистине увлекательное занятие. Наш фотограф Илья Житников на цифре 50 останавливаться не собирается. Если будут попадаться еще интересные экземпляры фотограф, и дальше будет пополнять свою коллекцию. Амина Смакова, Жуслан Макулбеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 4206-49. Всего доброго. Аман Саугунстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин